Тельцы, приветствую вас! С вами вновь Татьяна Ермолина. И в этом видео я рассказываю о прогнозе на октябрь 2024 года. Мы будем говорить об этом месяце. Он достаточно важный для нас, для всех, потому что это все-таки месяц солнечного затмения. Напомню, если вы, возможно, не особо интересуетесь астрологией, то вы, может быть, даже и пропустили этот момент, что мы сейчас живем в коридоре затмений. В сентябре у нас было первое затмение, а в октябре вот случится второе. Буквально 2 октября у нас случится второе затмение в этом коридоре. Это солнечное затмение в 11 градусе весов. Значимое, значимое очень затмение для многих-многих жителей Земли. Но если судить по солнечному знаку, то есть какие-то определенные предпосылки изменения в судьбе и для вас, хотя они, может быть, и не особо очевидны, и сразу, вот сейчас я расскажу, когда вы, на каком этапе узнаете об этих предпосылках, но перед тем, как я перейду непосредственно к прогнозу, я вас попрошу на себя подписаться, то есть на меня подписаться, лучше так сказать. Проверьте, пожалуйста, свою подписку на меня, там, где вы меня смотрите. Если вы меня смотрите на YouTube, то подписывайтесь там, обязательно нажимайте на колокольчик, вы будете знать о том, что у меня выходит новое видео, то есть включите таким образом уведомления. Смотрите меня на YouTube, подписывайтесь там и там же активизируйте уведомления, смотрите на Дзене, подпишитесь на Дзен, активизируйте уведомления там, смотрите на ВК, подпишитесь на мое сообщество, потому что там я все время выкладываю весь видеоматериал, который в ВК-видео загружаю вот в мое сообщество ВКонтакте. Ну и обязательно поставьте лайк этому видео, не забудьте. А что касается все-таки месяца, то давайте разберемся, насколько сильно влияние солнечного затмения вы ощутите в этом октябре. Дело в том, что само по себе солнечное затмение, хоть и в знаке, к которому имеет отношение ваш управитель, ведь у каждого из знаков есть управитель, планета, которая своим поведением задает нам основные темы месяца. И да, Венера управляет и вами, и весами, и вроде бы здесь есть очевидная связь, что раз планета, которая управляет и нами, и знаком, в котором случается солнечное затмение, значит это затмение для нас очень важное. В принципе, это затмение не слабое для вас совершенно, и оно определенный какой-то смысл и замысел свой закладывает. Но дело в том, что не только на октябрь. Дело в том, что оно закладывает свой замысел на целое полгода, то есть до середины следующей весны. Поэтому сказать, что именно в этом октябре у вас реализуется все то, что решило для вас как задачу мироздания спустить, знаете, с небес, вот именно вашу судьбу, я не могу, скорее всего, будут какие-то предпосылки для этого созданы, но они будут созданы, понятно, что с самого начала октября. Мало того, открою вам такой небольшой секрет. Дело в том, что достаточно часто затмения начинают работать задолго до того, как они реализуются, а именно за три месяца. То есть, другими словами, уже в июле этого года вы могли почувствовать те задачи, которые перед вами ставит это затмение. Это затмение, конечно, ставит перед вами задачи, связанные с использованием общих командных ресурсов. Это может быть использование ресурсов семьи, это может быть использование ресурсов рабочего коллектива, в котором вы трудитесь, это может быть совершенно переход на новый уровень управления своим проектом, если вы в собственном бизнесе и у вас есть люди, которые работают на вас. То есть, это прям вот про такую для вас достаточно глобальную задачу. Но помимо этого, конечно же, дело в том, что как раз-таки ваши управители в период затмения находятся в знаке Скорпиона. А Скорпион это не только про ресурсы других людей, которые мы можем использовать во благо себе. Это еще, конечно, и определенные кризисы, и личностные изменения, которые мы проходим чаще всего в период каких-то драматических событий для нас. Поэтому для тельцов, к сожалению, не исключен вариант определенных проблем, в том числе связанных и со здоровьем. Я вот это все, так сказать, срезюмировала, собрала в небольшом предсказании для вас и разместила его в своем телеграм-канале. По первой ссылке в описании под этим видео вы можете пройти буквально на этот пост, нажать на свой знак зодиака и посмотреть предсказание на солнечное затмение, которое вам дает понимание основной задачи на ближайшие полугодия. Не забудьте это сделать обязательно после того, как посмотрите этот прогноз. Ну, и так, значит, определенные задачи, сложности могут, могут в этом месяце быть. Это мы не исключаем за счет солнечного затмения. Но что еще тогда несет в себе этот октябрь? Этот октябрь также в себе несет и определенные сильные эмоциональные переживания. По крайней мере, первые две недели этого месяца точно как бы под этим знаком пройдут у вас эмоциональных изменений, эмоциональных переживаний. Вообще, вы будете очень чувствительны в этом месяце, по крайней мере, первые две недели ко всему, что происходит. И это, кстати, может даже привести к какой-то определенной или, знаете, как активности хроники, или же к появлению какой-то болезни в острой фазе сразу. То есть как-то вот надо себя серьезно беречь в этом плане. Особенно очевидным это станет в период с 12 по 18 октября. Ну, здесь, во-первых, и ваш управитель переходит в новый знак. Это первое. А второе, конечно, здесь как раз-таки очень будут проблематичны. Это период проблематичных отношений с другими людьми. И это может быть периодом расставания или серьезного разлада, когда вы вот прям все-все очень близко к сердцу примете. Всю ответственность за не сложившиеся в этот момент или до этого не сложившиеся отношения с принятием на себя, что вы во всем этом виноваты. Ну и, в общем-то, будете очень серьезно переживать. Поэтому вот середина месяца особенно тяжела. Что касается второй половины месяца, то в целом Венера, когда попадет знак Стрельца и знак Аскорпиона, это уже будет 17 октября. Вот как раз-таки. То есть она на переходе, как вы понимаете, тяжелый, сложный период. А вот потом уже, после где-то 18-19 октября, вот где-то вот примерно, если брать этот период, начиная, это, наверное, последние 10 дней этого месяца, здесь сложности намного меньше. Но, правда, 26, 27 и 28 числа вы встретитесь с какими-то препятствиями в реализации своих задач. А вот какие задачи у вас стоят на вторую часть месяца? Вот на вторую часть месяца задача отстоять свое мнение. Вы знаете, не скажу, что однозначно для этого будет необходима только лишь борьба. Нет, может быть, все достаточно легко и получится. Просто из-за того, что вы достаточно по себе стабильный, упертый, такой, знаете, вот, скажем так, очень неповоротливый, грубо говоря, знак, это вам сейчас сыграет на руку. И людям покажется, что вы крайне самоуверенны, значит, вам нужно доверять или, по крайней мере, ну, если это не принципиально, то отступить. Пусть, раз настаиваете на своем, пусть будет так, как вы хотите. Вполне возможно, что так и будет, но эта ситуация может закончиться у вас где-то в период 26, 27, 28 октября, потому что здесь вы нарветесь прям на какую-то сложность, на какое-то препятствие, на какую-то проблему. Мало того, здесь вы попадете в какой-то шторм критики. То есть будет прям ощущение, что вот люди специально копили недовольство, вот это возражение, вот эту вот критику, ваш адрес, чтобы вот сейчас как-то так всескопом, не сговариваясь, но в один момент на вас все это вылить. Поэтому вот смотрите, два достаточно проблемных периода я вижу в вашем, в этом октябре, да, для вас. Это вот время с 12 где-то, ну, примерно по 17-18 октября. И второй период – это вот время расставания, разлуки, когда вы испытываете сильное чувство вины. И вообще здесь плохо предсказуемое, плохо планируемое время. Вот, кстати, на него не стоило бы назначать ничего слишком серьезного, то, от чего зависит, например, там плюс-минус ваше ближайшее будущее. То есть реализацию стратегических задач не стоит ставить здесь. И второй период – это вот как раз 26 по 28 октября, когда вы наткнетесь на какую-то волну препятствий. А в целом-то, в целом-то неплохой месяц. Не сказать, чтобы очень продуктивный, но если эти два небольших отрезка прожить спокойно и там не получить какого-то серьезного удара по самолюбию, то я думаю, что октябрь вам не запомнится, по крайней мере, ничем серьезно, драматически. Напоминаю, что есть еще предсказания для вашего знака по солнечному затмению. Перейдите по первой ссылочке, его почитайте обязательно. Я же с вами прощаюсь, но только до следующих встреч. До свидания!